Здесь у нас, да, здесь вот они могут примерить на себя костюмы, форма, да, здесь зона дежурного, скажем так. А вот эта самая камера, да? Да. Для антуража или туда можно всё? Нет, сюда можно зайти, то есть здесь вот две полки они двигаются, сюда, сюда. Здесь сделано всё в игровой манере. Локацию полиции в детском центре показывает его руководитель Андрей Егоров. Здесь несколько комплектов полицейской формы, удостоверения, фотозона. В будущем обустроят детский тир и небольшой автопарк. Директор центра говорит, нашумевшее фото камеры с решёткой просто вырвали из контекста. Его авторы забыли упомянуть, что в центре есть и другие игровые зоны. Супермаркет, парикмахерская, кафе. К тому же фото сделано, когда уголок ещё не был окончательно готов. Посетителей центра не смутила, например, локация больницы со всем оборудованием или школа. Там и доска, и глобус. Полицейский участок, скорее всего, взбудоражил аудиторию из-за вот этой клетки. Ну, на мой взгляд, ничего криминального. Ребёнок может как спокойно сюда залезть, так и без проблем вылезти, если уж я, взрослая тётя, пролажу. Этот игровой уголок у детей, особенно у мальчиков, пользуется популярностью, говорит директор. Я считаю, что в этом плохого ничего нету. То есть, это просто, скажем так, это большая игрушка для детей. То есть, у нас дети любят играть в взрослую жизнь. Но если это в нашей жизни присутствует, почему мы должны от этого отказываться? Убирать её не планируем, мы её только сделали. Поэтому мы даже не заставляем в неё играть. То есть, у нас очень большая площадь, где можно поиграть, во что, скажем так, по интересам. К тому же дети в центре находятся вместе с родителями, подчёркивает директор, и играют под их контролем. На сайте Юга-Сибири вот так комментирует этот уголок. Вроде это игра, но тут видно на лицо превосходство перед другим человеком. Типа в камеру и пусть сидит. Вроде полицейская комната, по идее, авторов, но всё равно может быть моральный смысл. Так и воспитаете будущего маньяка, садиста или зэка, понимающего, что сидеть за решёткой – это норма. Что не так сразу в камеру? У нас вся страна так и живёт. Ещё и поколение новое этому учите. Всегда дети играли в казаков-разбойников, сыщиков и воров. С пещерных времён ходили то в боевой раскраске, то в боевом снаряжении. Мастерили луки, клянчили у родителей пистолетики. Успокойтесь уже! Если игра полиция, то это не тюрьма, а один из её этапов. Типа помещения для задержанных. В детстве мы захваченных разбойников к дереву привязывали, чтобы не сбежали. В эфире «Эхо Москвы» журналист Николай Сванидзе назвал такие детские игры странными. Это так же странно, как дети в военной форме на День Победы. Это абсолютно из той же оперы. Как дети в военной форме, которые пьют там из солдатской фляжки, ну, вероятно, воду, я надеюсь, но имеется это в виду, что какие-то и другие напитки. То же самое. Почему-то к детям отношение. Это ведь не только государство, это к родителям вопрос. К родителям, которые ведут их туда? Да, к родителям, которые ведут их туда, для которых это представляется интересным. Смешным. Смешным фишка, фишка, фишка такая, да, да, да. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Ауль после командировки сразу приехала в центр с проверкой. И ничего крамольного в детском полицейском участке не увидела. Из песни слов не выбросишь, поэтому показывать работу полицейского без вот этого отдельного участка содержания преступника тоже сложно. Вы же сами видели, что ничего угрожающего, это некий символ. И я еще раз говорю, все зависит от того, как взрослые объяснят ребенку предназначение этого уголка в полицейском участке. Здесь, на мой взгляд, из мухи создали слона. Детский омбудсмен согласилась с предпринимателями. В детском мини-городке игрового центра представлены разные сферы жизни. Образование, здравоохранение. И невозможно представить себе город без уголка правопорядка. К тому же центр все-таки частный. И водить в него ребенка или нет, решают сами родители. Екатерина Лукьянова, Наталья Курцева, Нота Бене.